На самом деле мне очень приятно, я очень рад, что есть такая возможность, потому что то, что Бог положил в сердце сегодня вообще поделиться, я верю, может координатно, это правильно на русском тоже, у меня тоже русский, у меня английский, русский здесь радикально, можно скажу так, радикально может изменить наши отношения с Богом. Я знаю, что здесь есть служители, здесь много служителей, и я хотел почтить вас, спасибо огромное вам за ваше посвящение, служение Богу, я больше чем уверен, что каждый из вас мог бы выйти сюда, и у вас есть конкретно чем делиться, и что можно было бы передать другим, и это очень ценно. И хочу, чтобы вы могли услышать сегодня мое сердце, потому что я не хочу здесь стоять и пытаться кого-то учить. Я верю, что Бог дал каждому благодать по мере дара, есть благодать в жизни каждого из нас, где мы видим Божью работу, где мы видим ту работу Духа Святого, которой ты не можешь приписать ее себе. И я верю, это дано Богом, для того, чтобы мы могли утверждаться в вере, и я сегодня хочу поделиться познанием, потому что у меня были другие мысли, я сначала думал, как служители, поговорить немножечко в сфере служения, просто лидерский язык, это мой язык, Бог со мной говорит языком лидерства. Вот, но, но, разговаривая с пастором, с пасторами здесь общаясь, я прям почувствовал, что есть вещи, которые, которые, наверное, для нас не просто важны, а не абсолютно основа, или это то, что определит, как мы не просто начинаем, как мы заканчиваем служение. Если возможно, быстро сказать, я в Библии вижу, что у каждого человека есть три призвания, три призвания, это внутреннее призвание, внешнее призвание и вечное призвание. Внутреннее призвание, Римляна 8 глава, кого предузнал, тех предопределил быть подобными образу Сына Своего, возлюбленного. Он призвал, это преображение. Внешнее призвание, это то предназначение, которое Бог имеет для каждого из нас, и также мы знаем, что Бог призвал нас в вечную жизнь. То мы видим внутреннее призвание, преображение, внешнее призвание, предназначение и вечное призвание, которое определяет уровень славы вечности и то, как пройдет наша вечность. Что я заметил, что качество моего внутреннего предназначения будет определять приоритеты вечности. Потому что вечность, она не впереди, она внутри. Бог и есть им вечная жизнь. В 17 главе Иоанна, он и есть вечность, которая внутри нас. И чем сильнее наше внимание на внутреннем преображении, на внутреннем призвании, тем ярче у нас будут видны и воплощены вечные ценности и приоритеты. Но вечные приоритеты смогут сохранить наше видимое служение. Потому, если вы позволите, я буду делиться сегодня. То, что Бог дал мне, я верю, это Его благодать, переживать последних 20, почти два года, где я принял решение, и это Богом было, наверное, помещено внутри меня, где я сказал, Бог, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя. Не о Тебе, а Тебя. Где я начал молиться о том, чтобы служение не стало Богом, а Бог в моей жизни был Богом. чтобы я не обожествил служение, а возрастал в познании самого Бога. Есть классический образ внутри нас, который, я верю, Бог вверх ногами может перевернуть за эти два вечера. И это работа Духа Святого. Но я не хочу лицемерить. Я хочу на самом деле вкусить, как благ Бог. Второе, я понял, я не могу предоставлять Бога, которого не знаю. Я не смогу поступать достойно Бога, если я Его таким не познаю. И уровень благовествования напрямую зависит от меры познания Бога. Я буду говорить многие вещи тезисами, просто если оно будет отзываться, вы себе напишите, потому что смысл будет заключаться во многих этих фразах, которые я переживаю, я подбираю как можно, чтобы и было понятно, и можно донести было. Я сегодня начну, завтра вечером закончу. Потому где нужно остановиться, вы меня тормознете и все. Хорошо? То, что я сейчас буду делиться, это нужно хотя бы хороший месяц просто побыть в этом. А когда есть у тебя пару вечеров, и тебе нужно донести вещи, которые Бог тебе учит последних несколько десятков, где ты захвачен этим, и это твоя жизнь. И это не просто учение, это не семинар, я буду говорить сферу познания. Потому я верю, только жажда, она может привлечь это внутри нас. И если это будет отзываться, оно будет как-то интересным, которое будет волновать нас, то мы просто будем идти. Где надо остановить, вы меня тормозите, а завтра мы попытаемся продолжить. Хорошо? Отец, во имя Иисуса Христа, да почиет твой дух. Дух Господен, дух премудрости, разума, совета и крепости, введения и благочестия. Чтобы каждый из нас, как твой служитель, страхом Господнем был исполнен во всех сферах. И чтобы мы не судили по взгляду очей и не решали дела по слуху ушей. Я прошу, просвети глаза сердца нашего сегодня. Бог, сделай ту работу, которую только ты можешь сделать Духом Святым. Животвори нас изнутри. Дай нам видеть твоим взглядом, потому что только во свете твоем мы видим свет. И свет твой пусть просвещает нас, чтобы всякое незнание и все то, что мы обожествили, и все, что не тобой насажено, пусть оно будет искоренено Духом Святым. И я прошу, Дух Святой, наставь нас на всякую истину. Дай нам видеть Отца Творящим. И я прошу во имя Иисуса Христа. Амин. Если возможно, давайте откроем быстро Колосиным, первая глава. Я просто не спеша хочу показать важность и те тексты, которые, наверное, захватили вообще всю мою жизнь. Колосиным, первая глава, девятый стих. Вы все знаете, есть две апостольские молитвы, и две молитвы апостольские к людям, верующим, к служителям, они имеют один и тот же почерк, один и тот же характер. Мы нигде не видим, чтобы Павел молился к церкви и просил, чтобы Бог наполнил ее чудесами, чтобы Бог их помазал, чтобы Бог... Мы не видим в этой молитве вот часто того, чем мы больше захвачены. Но я увидел в этих молитвах суть, за которой следуют и чудеса, и сила, и помазание, и все остальное. Павел молится и говорит, поэтому мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись новостями. Чтобы вы исполнялись познанием. Простите, просто я и юмор, мы близнецы. Поэтому если я где-то буду, вы не обижайтесь на меня. Есть такое выражение. Здесь зрелые все люди, да? Одним Бог дал крылья, а другим пендаля. И вроде бы все летят. А такие разные ощущения. Потому я верю, что познание дает нам крылья. Библия говорит, что мудрый видит беду и укрывается. То, что глаза в голове его. А глупый идет и натыкается. Бог, просвети нас и не введи нас во искушение, избав нас от лукавого. Чтобы вы исполнялись познанием воли его. Во всякой премудрости и разумении духовном. Внимательно, посмотрите. Чтобы поступали достойно Бога. Значит, я могу поступать не достойно Бога. Поступать – это жить. Когда Бог говорил Иисусу Навину. Да, не отходит книга о себе о законе от уст своих, но поучайся в ней день и ночь. Он говорит, чтобы поступать благоразумно. Чтобы поступать благоразумно, нужно мыслить благоразумно. Значит, чем меньше я познаю Бога, тем сильнее я могу его неправильно олицетворять. Значит, есть поступки, которые недостойны его. И не надо все говорить, что это от Бога. В Библии говорит, чтобы вы исполнялись познанием воли во всяком разумении духовном. И тогда мы поступаем достойно Бога. И дальше Павел говорит, во всем угождая Ему. Что это за образ жизни? Во всем угождая Ему. «Принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Я хочу здесь быстро заложить, потому что здесь нужно многое. Это ключевые тексты. Их надо просто преламливать шире. Но вот что я увидел, что в момент, когда ты перестаешь развиваться в самом Боге, я сейчас не говорю о служении, в самом Боге, в познании Бога, рано или поздно ты перестаешь понимать Бога. В Римлянном первом главе Павел говорит, и так как они, получив познание о Боге, в правильном переводе, не прославили Его как Бога, но осуетились в умсловании своем. И славу нетленного Бога стянули в образ и стали поклоняться образу вместо Творца. Я понял, что все вчерашние переживания, все наши вчерашние опыты, они олицетворяют образ. И есть опасность, что когда человек перестает развиваться в самом Боге, рано или поздно он обожествляет тот образ, в котором у него был опыт. И он начинает стягивать Бога в этот образ, вместо того, чтобы из этого образа преображаться в его образ, от славы в славу, как от Господнего Духа. Мы или возрастаем, или мы стягиваем его в наш опыт. Самый большой враг завтрашнего движения Бога – это не то, что было 20 лет назад, это то, что было у тебя вчера. В момент, когда мы перестаем реально захвачены быть самим Богом, я сейчас буду преламливать все, рано или поздно мы перестанем понимать Бога. Часто люди спрашивают, как слышать голос Божий. Голос Божий не имеет физического звука. Голос Божий – это духовный язык образов, который тебе дано понимать. Если бы Бог со всеми говорил одинаково, нам не нужны личные отношения с Богом. Но когда ты незрелый ребенок, ребенок, который возрастает, он зависит от голоса твоих уст. Но голос уст связан с тем, чтобы повлиять на образ мышления развивающего ребенка, чтобы когда он приходит в возраст, он понимал, что делать, а не ты ему все время говорил, что делать. Самый высокий уровень Духа Божьего – это мышление Христово. Мышление Христово дает тебе понимание, что тебе нужно делать. Ты зависишь от природы Бога. В этом есть сильнейшая потребность – возрастать в познании Бога. Не просто в знании о Боге, но в самой природе Бога. Когда мы покаялись, приняли Иисуса, посвятили себя Богу, вы все свидетели. Вы молились, когда не было никаких служений. Мы искали Бога, когда у нас не было статусов. Мы просто постились, потому что жаждали. Но когда мы соединяемся с Богом, начинает происходить плод. И чем плод становится ярче, тем сильнее работает твое влияние, твоих отношений с Богом. Влияние отношений с Богом, то есть ты начинаешь что-то производить. Я часто говорю такую фразу, ты можешь говорить то, что ты знаешь, но ты производишь то, кем сам являешься. Вот это ты не наиграешь. Ты можешь говорить то, что ты знаешь, но в видимом мире твое влияние, оно не в устах, оно в образе тем, кем ты сам являешься. Поэтому важность преображения, потому что ты производишь то, кем сам являешься. Бог производит подобное ему. И вот, что я заметил среди служения, служителей, и я верю, это Богом дано, и оно дано для того, чтобы оно могло как-то повлиять на нас, что когда плод начинает умножаться, этот комочек начинает зайти в тебя, и там уже свидетельство, и тот получил исцеление, и там проект успешно прошел. И вот ты смотришь, и церковь открыл, и служение открыл, и Бог дает успех, и начинает все развиваться. Опасность в том, что мы не замечаем, на каком этапе мы забираем само внимание от Бога и поворачиваем на то, что Бог делает, больше, чем кем Он сам является. И когда ты начинаешь больше и больше слышать, как люди говорят, вау, и это супер, вау, и здесь получается, и Бог через себя, и Бог через себя, и Бог через себя. И здесь есть момент опасный, что ты уже не молишься, как раньше захвачен Богом, а молишься, потому что надо поддерживать этот уровень, который стал сзади тебя проявляться. В Луке 5 глава, 10 стих, не, 15 стих. В Луке 5 глава, 15 стих. А есть возможность, чтобы кто-то на экран мог тоже высвечивать или нет? Ну, это не обязательно, просто если оно легче тогда, чтобы видеть можно было. Если нет, это окей. В Луке 5, 15. «Но тем более распространялась молва о Нем». Речь идет об Иисусе. «И великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезни». Можно еще раз я его прочитаю? «Но тем более распространялась молва о Нем». «Это реклама». Все, везде пошли слухи, 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 слухи. Там молодой парень, 30 лет. Нереальные вещи происходят в его жизни. Молва о Нем. Молва о Нем. Это начала работать реклама. Пошли слухи. «Если будучи быть честными, честными, откровенными, мы все этого хотим. Мы хотим, чтобы о нас кто-то уже знал дальше, чем Армения. Нет, в этом ничего нет плохого. Когда хорошие слухи о том, что Бог делает в твоей жизни, это супер. Но я хочу лучше показать. Молва, тем более, то есть это набирало обороты. Тем более молва о Нем начала ходить. И когда молва стала расширяться, поток людей. Фу, пробуждение началось. Это сила. Есть плод. Я вчера говорил, когда твоя жизнь приносит плод, плод никогда не идет к людям, это люди идут к плоду. Когда дерево производит яблоко, яблоко не идет к людям, это и люди идут к яблоку. Почему? Потому что плод это не проект. Плод это ответ на нужды людей. Потому что когда твоя жизнь начинает приносить плод, слухи, они ходят, и люди тянутся. И вот в жизни Иисуса молва о Нем ходит. И чем больше о Нем говорят, тем больше народа стекается. А если больше людей стекается, надо больше времени им уделять. Чем больше людей, больше проблем. Чем больше людей, больше занятости. Чем больше людей, тем сложнее. Потому что оно тебя забирает, оно рвет тебя. Надо всем успеть. Потому что чем больше служения, чем сильнее набирают обороты, у нас есть правильные слова оправдать себя. Можно я буду откровенным? Можно самим собой быть? Пожалуйста. Если это вам не надо, я себе еще раз это буду говорить. Пусть Бог мне поможет. Потому что для меня это важно. Правда. Я когда встретился с Иисусом, я возненавидел лицемеры. Я не вижу смысла в христианстве, если я начинаю что-то оправдывать. Я не вижу смысла. Я хочу Бог. Я хочу понимать, как оно работает в моей жизни. Я на самом деле хочу вкусить, как блахты. И чем более распространялась молва о Нем, и великое множество народа стекалось к Нему слушать и врачеваться у Него от болезней своих. 16 стих. Но Он уходил в пустынные места и молился. Иисус, это не время. Куда? Только все попер. Это с греческого там. То есть, только все начало расти, развиваться. Куда? Ты куда сослужишь? Служить надо людям. Самый неподходящий момент. Молва. Люди. Стекаются. Все развивается. Все пошло. Библия говорит, но Он уходит в пустынные места молиться. Иисус, ты убегаешь от людей? Нет. Я убегаю от служения, чтобы продолжить исполнить волю Бога Отца на этой земле. Если я не буду убегать от служения, мое служение перестанет восполнять нужды людей. Превратится сухая программа. Болезни не будут уходить. Бесы не будут уходить. Судьбы не будут решаться. Мне нужно помазание. А помазание, оно не для служения, а для исполнения воли Бога здесь, на земле. Служение – это инструмент. Служение без видения не имеет предназначения. Еще я что заметил. Если служение не имеет видения, то тогда служение начнет насиловать людей. Но когда служение приобретает видение, тогда ты понимаешь важность через служение снаряжать людей. Но он уходит в пустынные места и молится. И меня однажды заинтриговало. Бог, что за молитва там у Иисуса? Что это за молитва, которая сильнее служения? Что это за молитва, которая готова отказаться от того, от чего нам сложно отказаться? Сказать «нет» нам сложнее, чем сказать «да». Это же люди. Как ты можешь сказать «нет»? Вот именно я говорю «нет». Иисус – это неподходящее время. И я вдруг понял, что-то здесь есть, чего я не знаю. Что-то есть в жизни Иисуса, чего я не знаю. Я начал интересоваться, что за тайная комната была у Иисуса. Как она выглядела. И почему она имела больше силу, чем служение. Следующее я заметил, что Иисус публично никогда не молился. Только творил. Что многие вещи он даже не учил. Он показывал, как плод отношений с отцом. Я начал просто... Меня заинтриговало, что за тайная комната была у Иисуса. Что за тайная комната. У моего послания этих два вечера называются «Возрастая в познании Бога» или «Тайная комната Иисуса». Я обнаружил ее в пятой главе Иоанна. Я обнаружил суть тайной комнаты Иисуса. Иоанна 5, 19. На это Иисус сказал «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего». Вот там секрет. Все, вот там собака зарыта. Надо раскопать это все. Иисус говорит «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего». Сын, внимательно. Мы сейчас это затронем. Сын. Не пастор, не апостол, не пророк. Сын. Ничего не может творить Сам от Себя. А сын – это не возраст. Сын – это зрелость. Потому что сын и в 2 года сын. Сын и в 4 года сын. Сын и в 20 сын. Сын и в 40 сын. Значит, сын – это не возраст. Сын – это зрелость. Есть разница между называться и быть. Вот вся суть заключается в том, что Иисус раскрывает свои отношения с Отцом практически Его посвящением самому Богу. что Его все внимание было на самом Отце. Почему? Потому что Он сказал, «Я иду исполнить волю Твою». «Да будет воля Твоя». Это не программа. Это план. «Да будет воля Твоя». Здесь на земле, как на небе. «Я иду исполнить волю Твою». И Он говорит, «Пища Моя есть творить волю Отца и совершить дело, которому Он меня послал». Дело, 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 дело. Дело, оно и есть исполнение, познание воли Божьей, Его замысла на этой земле. Но Иисус свою суть тайной комнаты раскрыл в тексте, где Он полностью зависел от Отца. Это был Его уровень посвящения. Вы помните текст Писания 4 главы Луки, когда Ему подали, Он пришел в Назарет, где был воспитан, Ему подали книгу пророка Исаии. Он нашел место, Дух Господа Бога на мне. И Он прочитал, закрыл и сказал, «Отныне исполнилось это Писание, читаемое вами». Положил и сел. И когда Он сел, внимание всех было устремлено на Него. Бог показал мне, что в служении люди будут видеть тебя. Вопрос, где твое будет внимание. В служении, хочешь ты, не хочешь, если тебя Бог поставил, люди будут видеть тебя. Это нормально. Вопрос, где мое будет внимание. На людях или на Нем? Кто овладеет моим вниманием, тот овладел моим поклонением. Все. Потому я вижу, что внимание людей были устремлены на Иисуса, но внимание Иисуса было на Отце. Сын ничего не может творить сам от Себя, если, а если определяет все. То есть, если будет или если не будет. Если определяет все. Сын ничего не может творить сам от Себя. Подожди, так Он мог творить сам от Себя. Он мог что-то делать. Сын ничего не может творить сам от Себя, если не увидит Отца творящим. Ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Сильнейшая синхронизация между небом и землей. И дальше написано. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все. Подождите, конечно, можно сказать, это была речь об Иисусе. Но ведь все сыновство в нашей жизни, оно в Иисусе, теперь точно так. Иисус сказал, я иду к Отцу Моему и к Отцу Вашему. Мы видим, что ближе в Старом Завете или до Креста, в Новом Завете, до Креста, насколько мы могли приблизиться к Богу, это только в сфере или в элементе дружбы. Он сказал, вы друзья мои, до Креста можно было приблизиться только на этот уровень дружбы. Есть большая разница между дружбой и семьей. Но после Креста Он уже не говорит и не называет их друзьями. Все. После Креста Он называет их своими братьями. Идите, скажите моим братьям, иду к Отцу Моему и к Отцу Вашему. Значит, в Нем мы приобретаем этот статус. И Иисус продемонстрировал модель на этой земле воплоти, как можно иметь близость с Отцом, будучи воплоти. Отец любит Сына. Он не говорит, Сын любит Отца. Я не знаю, это интересно кому-то или нет. Потому что мы сегодня развернемся вверх ногами. И мы что-то увидим. Мы никогда не были инициаторами отношений с Богом. Это Бог захотел иметь отношения с нами. А что, если это может изменить все мои отношения с Богом? Отец любит Сына и показывает Ему. Значит, Его любовь выражается в том, что Он не скрывает то, что хочет делать. Еще можно что-то скажу, что заставит нас пристегнуть ремни? Вы в Новом Завете, в словах Иисуса, не найдете ни одного момента, чтобы Иисус сказал о том, что Отец не хочет что-то нам открыть. Второе. Нет ни одного текста, который мог бы сказать, что Отец не будет отвечать нам на все молитвы. Не спешите кидать камни в меня, пожалуйста. Давайте позволим Богу поговорить с нами. А что если? Если бы... Я сейчас покажу это в текстах. Если бы это было так в планах Божьих, то Иисус бы посвятил время учить нас, что делать с неотвеченными молитвами. Это вас не касается, но в религиозной системе во всем виноват дьявол. В Царстве Божьем он уже побежден. Проблема не в дьяволе. Проблема в том, что народ страдает из-за недостатка ведения. В нем вся премудрость, все ведение. Абсолютно. Это вопрос, насколько я хочу познавать. Есть вещи, которые ты не можешь видеть извне, пока не соприкоснешься с природой самого Бога лично. В природе Бога вечная информация. Он есть им вечность. В познании есть понимание, не только мудрость человеческая. Ты не можешь объяснить, тебе дано видеть. Так вот, мы видим, что тайная комната Иисуса, она была связана с тем, что его все внимание было на Отце. И это внимание практически выражалось таким уровнем послушания, которое демонстрировало полную зависимость Иисуса от Отца, что мы называем посвящение. Его посвящение было не служению, его было посвящение самому Отцу. И только это посвящение определяет, насколько Бог доверяет свои планы, будущее и его волю. Потому что это посвящение Богу не творит свое служение. Оно только служением выражает, как инструмент исполнить то, что Бог хочет. Anyways, я не хочу никого здесь как бы вокруг пальца водить, я просто хотел показать эти важные моменты. Еще один важный момент. Филиппинцам 3 глава. Это места, знакомые вам, я хочу просто выделить, прежде чем что-то коснусь дальше. Филиппинцам 3 глава. Вы все знаете жизнь апостола Павла из Евангелия. И мы понимаем, что уровень посвящения апостола Павла, он как-то выделялся. Его было посвящение самому Богу. И он это описывает, и дает этому целые тексты, чтобы мы могли увидеть его отношения с Богом. Быстренько. 3 глава, 8 стих. Все не читаю. Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания. Еще раз. Ради превосходства познания Христа и Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался. Это очень серьезные фразы. Для Него я от всего отказался. И все почитаю за ссор. О чем идет речь? Речь, если мы смотрим богословские, вообще рассматриваем текст в концепции, речь идет о том, что он много лет посвятил знанию. Вырос у ног Гамалиила. И он начинает по плоти говорить свои превосходства. Если кто-то может надеяться на плот, так это я. Это может сказать смиренный человек. Знаете, почему Моисей был самим кратчайшим человеком на всей земле? Потому что сам о себе написал. Чтобы такое написать о себе, надо быть на самом деле крутким человеком. Но суть не в этом. Суть мы видим в том, что Павел говорит, что вот все то мое превосходство в знаниях, которое часто дает как бы вес человеку. Вес. Потому что есть очень много грамотных людей, очень много, скажем, глубоких людей. В этом нет ничего страшного. Это супер, это здорово. Но я хочу сказать, искренне перед Богом, никого не осуждая, что зачастую вот это и стоит главным препятствием того, чтобы Бог мог повлечь человека в познание, но не в знание. Я понял, что самая глубочайшая духовность это освободить себя для самого Бога. Для Него я от всего отказался и все почитаю за ссор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем. Это ключевые фразы, которые будут связаны дальше. И найтись в Нем. Не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его. Здесь я хочу заострить внимание. Чтобы познать Его. Чтобы познать Его. Чтобы познать Его. И только тогда силу воскресения. Потому что Его сила в Его природе. Это слово «я есим», где Бог сказал о себе, «я есим», обозначает источник силы, который дает всему жизнь. Интересно вот что. Можно иметь любовь, и при этом у тебя нету силы любить. То есть, то, что ты имеешь любовь, нужно, чтобы была сила любви. Есть сила любви, сила света, сила, сила, которая дает именно дыхание этим качествам. Знаете, есть такое, у меня нету силы сегодня, нет настроения. То есть, я увидел, что сама суть слова «я есим» это всегда животворить вот эти качества. Я есим это как источник, а ты туда можешь подсоединять и утюг, и макровей, и другие вещи, но источник дает эту силу и энергию всему абсолютно. Поэтому «я есим» это и есть источник всему тому, что дает жизнь и силу эту жизнь. силу этой жизни и чтобы познать его и силу воскресения его, участия в страданиях его, сообразуясь, смерти его. Не хватит сейчас времени и все это, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю так, не потому, чтобы я уже достиг или усовершился. Павел, ты пишешь уже в преклонном возрасте это послание. Вы все знаете это из истории. Ты в преклонном возрасте пишешь, а он говорит, я не почитаю себя достигшим. О каком достижении идет речь? Не о служении вообще. Он не говорит о служении. Он говорит о познании. И чем больше он захвачен Богом, тем ярче он понимает, что он совершенно еще ничего не мог охватить в нем. и он говорит, смотрите, братья, не почитаю себя достигшим, а только забывая заднее, простираюсь вперед, стремлюсь к цели, что это за цель, к почести вышнего звания Божья во Христе Иисусе. И дальше, и так, кто из нас совершен, так должен мыслить. И дальше он говорит. И так, кто из нас совершен, так должен мыслить. Если же вы о чем иначе мыслите, то есть ничего страшного, то и это Бог вам откроет. 16 стих, я концентрирую здесь внимание. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить. И по этому правилу жить. Позвольте суммировать. Вопрос не в том, что ты достиг в служении. Вопрос, что мы достигли в познании самого Бога. Значит, чем глубже познание, чем шире образ мышления. То есть, я мыслю о Боге равно, насколько я его знаю. И вот этого образа мышления я создаю правила. в своей жизни. То есть, правила жизни, не служения, правила жизни, они определяются образом мышления. Образ мышления определяется познанием самого Бога. я молюсь. Я молюсь искренне, Бог, расширь наше мышление. Расширь то, что может быть не соответствует многим твоим сферам природы и может то, что остановило нас в развитии самого Бога. я не знаю, я не знаю, ли это для вас важно, но я хотел бы, когда я буду говорить, хотя бы по 10 секунд молиться сразу. Можем сказать, Бог, расширь мое мышление. Дай мне страсть, дай мне эту жажду к познанию Тебя. Верни вот это состояние внутри моей внутренности. Бог, я прошу Тебя, чтобы никакие твердыни это не остановило нас, потому что есть восстающие против познания. Ибо мы, хотя в облоте и не по блоте воинствуем, в оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь. Ими мы не спровергаем замыслы восстающие против познания Бога. Я прошу Отец, Духом Святым, помести в нас эту страсть, дай нам видеть что-то дальше, шире, что захватит наше внимание и повлечет нас в Твое сердце и в Твои глубины, Твоей природы. Чтоб мы были захвачены самим Тобою, чтобы жажда была сильнее, чем моя усталость во имя Иисуса Христа. Амин. В 2002 году я когда встретился со Христом, Он мне сказал ищи лица моего. Я сказал сколько искать лица? Он сказал до последнего дыхания. Я говорю а что такое лицо? У тебя нет лица. Ты есть им дух. Он мне повел первые три главы бытия. Я просто своими словами быстро говорю. Мы видим о том, что когда Адам говорит я скрылся от лица Твоего, это было когда он скрылся от голоса. Он скрылся от лица Твоего. Бог мне показал, что его лицо это его голос. Его голос в его присутствии. И что интересно, что когда Бог сотворил человека, мы видим Адама, то первое, что Бог дал человеку это владычество. Это управление. Но первое место, куда Бог поместил Адама, это был Эдем. Эдем имеет пять элементов. Эдем это атмосфера. Эдем это место, где открытые небеса, где человек переезжает в момент с Богом. Эдем никто не может найти, потому что Эдем это был духовный прообраз и место, где небеса были соединены с землей. И мы видим, что Эдем это атмосфера, где было место, куда был помещен человек, под открытыми небесами, где у него было переживание Бога. То есть он имел момент с Богом. И когда он начал скрываться от лица, он скрылся от голоса. И мы видим впервые, когда человек убоялся голоса Божьего. Я не хочу уже в подробности идти от всех глав и те вещи, которые напрямую связаны, где взял зародыш. Многие вещи, которые взяли зародыш неправильного образа, и оно стало просачиваться в человечестве, то, что не Богом было насажено в образе, но оно где-то отзывается внутри нас, пока мы не начинаем познавать саму истину, которая освобождает нас. Я когда посвятил свою жизнь Богу, и когда мне Бог начал говорить о том, чтобы Его голос стал приоритетом всей моей жизненности, как близость с Ним, как близость. Я начал просто искать Бога, я не хочу хвастаться, я не хочу громких слов, не в этом смысл. Я просто устроился на работу, там были чудеса за чудом, потому что у меня был не совсем хороший образ жизни до 22 лет, и у меня не было прав, у меня 7 лет не было прав, мне позабирали полиция, все машины, и все, что можно было. Но я попросил у Бога, дай мне работу, чтобы я мог ездить. Я говорю, сколько я буду ездить на работе, я буду все время молиться. Потому Бог не дал работу, я по 8 часов, больше двух лет, по 8 часов каждый день молился разговаривает, а я не хочу разговаривать, у меня просто болят мышцы. Я начал читать слово, пребывать, вот сколько как это возможно было, я пробовал, все, что я понимал, я пробовал. Но у меня не покидала мысль. И когда чем больше я молился, я верю, что именно когда Дух Святой ходатайствовал, Библия говорит, что мы не знаем, как молиться, но Дух Святой ходатайствует по воле Отца за святых. Я верю, что когда я молился много Духом, Дух Святой начал что-то строить во мне. То, что я сам не понимал, я не имел с этим опыта, я не читал книг, я не мог увидеть инструкцию, я просто молился, а Библия говорит, что он производит внутри нас свои хотения и потом свои действия. И вдруг у меня появляется мысль, но Библия мысль внутри меня, чтобы помимо всех моих молитв, пребывания в слове, служения в церкви, каждую ночь подниматься в 3 часа на 30 минут. Рождается мысль. И я принимаю решение. Ложусь поздно, встаю рано. Я понимал, что это будет мне стоить 30 минут в 3 часа ночи. Но хотение внутри меня Бога было сильнее, чем мысль об усталости. Я говорю, Бог, я хочу знать Тебя. Я хочу знать Тебя. Я хочу реально соединяться с Тобой. И я принимаю решение, что я буду 30 минут вставать в 3 часа ночи и молиться. Только я не говорил, что я буду молиться. Я сказал, Бог, эти 30 минут я просто буду с Тобой. Я не буду молиться, я не буду ни о чем просить. Для меня была молитва, это что-то говорить, 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 говорить Богу. Просто говорить, много говорить. Каждый раз, когда я читал Новый Завет, меня, короче, не рвовали некие слова Иисуса. Он говорит, не будьте многословны в молитве. Да что такое, Господь? У меня, вот, не пойму, кому верить, как это все. Ты мне говоришь, не будьте многословны, как вот эти язычники, фарисеи, которые много молятся, много говорят. Думаю, да что такое? Стоят на углу, чтобы видели их люди. Ох, это молитвы. Он столько молится, он столько молится, где вдруг вообще Бог развернулся наизнанку всю мою жизнь. Вопрос не сколько ты молишься, вопрос, сколько ты знаешь Бога через молитву. Я не спрашиваю, сколько ты молишься, сколько ты знаешь Бога. Можешь мне сказать, где ты сейчас с Богом в его природе? Что он тебе сейчас говорит? В каких сферах он имеет с тобою дело? Куда он направил тебя сейчас? Что он... Ну ладно. Я думаю, хорошо, я буду 30 минут быть с ним. Я не знал, как это будет выглядеть, я просто принимаю решение, я не буду просить Бога, я ничего, кроме того, что я просто хочу быть с ним. Я думаю, я буду просто отделять эти 30 минут, тело свое туда помещать, буду учиться. Я нигде модели я тебя не видел, я просто читаю Библию. Еще интересно, что однажды Бог мне показал, это если бы, он мне такую мысль положил внутри, что если бы ты никогда не соприкасался с христианством, вообще никогда, не видел никаких конфессий, никаких форм, никаких богослужений, ты нигде в мире не встречал, вот просто ты оказался на острове, вот родился на острове, ни с кем не встречался, и если бы в твои руки попала Библия, как бы выглядело твое христианство? Братья, Бог свидетель, я не хочу хвастаться, но очень часто мне Бог задавал и задет такие вопросы, которые стали менять меня. Я понял, что когда Бог тебе что-то задает, там есть какой-то ответ, который, который ты даже не знаешь, как подобрать. Я задумался, а правда, если бы я не видел никаких форм, вообще, никто мне не учил, как, что, зачем, просто взял Библию и начал читать. И думаю, как бы выглядела моя христианская жизнь? И вот я поднимаюсь каждые 30 минут в 3 часа ночи. Мы жили в маленьких апартнентах, эта квартирка, столько поженился с женой своей. И у меня был такой уголок, я проходил, у меня кухня была небольшая, и такой был уголок, я думаю, и вот это место, я буду просто здесь с Богом. Поднимаюсь, первую ночь, 30 минут, я встал, ни музыки, ничего, просто тупо встал на колени. Я говорю, Бог, вот все спят, а ты видишь, что я жажду Тебя. Обрати на это внимание, Господь. Я даже не знаю, что тебе говорить, я просто хочу знать Тебя. Мысль пришла просто проводить с Тобою время. Я не знаю, какой формы, как правильно это делать, я вообще не знаю, как правильно делать, я говорю, я хочу искренне делать. Бог, я хочу искренне Тебя. Как оно будет выглядеть, я не знаю. Но я начал подниматься каждую ночь, по 30 минут. Поклоняюсь. Я понял, что не все песни, все песни поклонения. Есть песни благодарения, есть воинственные песни, но поклонение связано только с тем, кто Он. Потому что поклонение, это когда все внимание на Нем, и ты говоришь о том, кто Он, а не что я могу в Нем. Я не говорю, что это плохие песни, просто я говорю, что поклонение, это не о мне вообще, это то, кто Он. И вы заметили, как только ты начинаешь петь о том, кто Он, меняется атмосфера. Когда мы говорим о том, кто мы, в Нем, меняется настроение. но когда ты говоришь, кто Он, меняется не просто настроение, а меняется вся атмосфера. Меняется атмосфера. И вот я начал делать. Прохожу быстро, потому что время убегает. Однажды я поднимаюсь ночью. Я просто делал это в воскресенье, в субботу, в понедельник. Я просто встаю 30 минут, 30 минут. И такие мысли были. Что ты делаешь? Ты только ляжешь, тебе через два часа вставать на работу. Да намолишься на работе там, отбомбишь. Что тебе тебе 30 минут? Какие только мысли не были. А я говорю, нет, я не молюсь. Я с Ним хочу время проводить. Сам себе говорю. Я не молюсь там 30 минут. Я хочу быть с Богом. Я еще не знаю, что с этого будет, но что-то точно будет. Потому что каждую ночь я говорил, Бог, я не сплю. Ты видишь, все спят. И я здесь. Я хочу тебя. И вот однажды я поднялся. Я просто шел. Обычно я вставал, возьму стакан воды, выпивал. Я поднялся однажды. Даже в мыслях не было, что что-то может произойти. Я просто вот однажды встал, иду. Я прохожу это место, где я склонялся до колени, на кухню взять стакан воды. Я только ногой встал на это место. Меня ударило физическим током. Так, что я упал на землю. Когда я упал на землю, я подумал, что это проявление демонов. Реально. Это было настолько сильно. Я упал на землю. Меня оковал страх. Я быстро вскочил на колени и начал молиться на языках. Не потому что жаждал, потому что испугался. Я просто так громко молился на языках. И боюсь остановиться, потому что думаю, сейчас опять где-то ударит меня. И я молюсь, 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 молюсь на языках. И вот чем больше я молюсь, тем больше успокаиваюсь. Я молюсь, молюсь, я успокаиваюсь. Минут сорок я там кричал на языках. И потом, когда я успокоился, я реально внутри себя слышу. Бог мне сказал, «Сын мой, как только ты в сердце своем сказал, что я ночью буду жертвовать 30 минут, чтобы быть с тобою, я это место осветил для себя». Он не говорил о месте, он говорил о времени. И он мне сказал, я тебя здесь всегда жду. «Меня так накрыл страх Божий, просто страх, трепет, не бойся, трепет». Я сокращаю многие-многие моменты. Дальше он мне сказал. Обрати внимание, чем эти 30 минут отличаются от всех других твоих молитв. И последнее, он сказал мне, растяни это время. И все. Я поднялся утром, я ездил, молился, я понял, что с этого дня мои отношения с Богом изменятся. Я начал молиться и размышлять, чем эти 30 минут отличаются от всех других молитв в моей жизни. И как растянуть это время практически. Но меня трогало одно, что в этих 30 минут такого, что затронуло сердце Бога. что в этой сути, в этих 30 минут такого, что Он меня ждет там. Я начал молиться, просить, чтобы Бог помог мне. И вдруг я обнаружил пять главных элементов. и я хочу поделиться ими. И потом поделиться, как Бог стал давать мне понимание, растянуть это время. Еще раз, я не учу никого, я просто делюсь тем, во что Бог вовлек мою жизнь. Люди смотрят на служение. Бог видит мое сердце. Я говорю, Бог, я не хочу поклоняться служению. Это Твое, это плод. Я Тебе хочу поклоняться. Я хочу, чтобы Ты мог иметь меня и всегда рассчитывать на меня. Кто-то скажет, это гордость. Нет, это плод твоих отношений с Богом. Не все то, что мы называем гордость, это гордость. Бог называет это дерзновением. А, да, потому что дерзновение, это плод веры. Дерзость, это плод гордости. Я выделил пять вещей, которые отличали эти 30 минут от всех моих других молитв. Первое, это желание. Я понял, что желание, мы его недооцениваем. Мы не понимаем силу желания. Сила желания имеет такую динамику, что оно работает как позитивно, так и негативно. Павел говорит, я бы никогда бы не понимал бы силу не пожелай, если бы закон не сказал не пожелай. Как только запретил и желание появилось. Потому что в желании есть страсть. Страсть, это бензин для двигателя. Еще я понял, в управлении, в лидерстве нельзя в людях убивать желание. Это опасно. Нельзя в людях убивать желание. Трости надломленные не преломят и лня курящего не угасит. Нам нужно учиться, как направлять желание, но не убивать желание. Потому что, убив желание, человек становится пассивным. Пассивность хуже, чем негативность. Первое, это желание познавать Бога. Я понял, что желание заставило меня вставать ночью. Я понял, что желание сильнее, чем сон. Желание сильнее, чем пища. Желание сильнее, чем что-либо. Желание может делать такие вещи в нашей... Повести нас туда, куда ничто другое. Правила так не поведут тебя. Желание. Захотела жена моя беременная огурцы. И я ночью еду ищу их. потому что есть... У тебя желание есть сейчас огурцы. Не представляете, сколько я... У нас 4 ребенка. 19 лет. 14, 11 и 7. Я помню, Изабелла наша первая, да. Это жесть. Я каждую ночь где-то ездил, искал, где работают магазины, потому что ей что-то, как захочется. Я понял, что ее желание сильнее, чем я. Не только ее сон побеждает, и мой сон побеждает. Желание. Второе, что я увидел, я сейчас это буду объяснять. Сколько скажете, я завтра могу продолжить. Потому что есть очень много, что затронуть, и именно, я верю, оно будет ключевым, которое будет менять немножко в нас, может, где-то сознание и вообще разворачивать наш образ мышления сверху вниз. Не снизу вверх, а сверху вниз. второе, это атмосфера. Первое, это желание, второе, я объясню, это атмосфера. Третье, я увидел, что это была жертва. Это была жертва, которую, это жертва в чувствах, это жертва сна, это жертва времени, я не говорю о жертве, которую сделал Иисус, ее никто не повторит, но ради Иисуса есть у нас жертва. У Него была жертва ради нас, но у нас может быть жертва ради Него. Это была жертва. Первое, это было желание, второе, это была атмосфера, третье, это была жертва. Четвертое, это было внимание. Это было внимание. Сфокусированное внимание. в христианской жизни дьявол не является самым главным врагом он не может быть самым врагом, он может быть врагом для неверующих людей, в христианина он не является самым главным врагом почему? потому что он уже побежден в христианстве самый большой враг это хорошие вещи я не шучу, я смогу объяснить хорошими вещами дьяволу удается отвлечь наше внимание и еще очень важно, хорошие вещи мы можем оправдать можно пойти глубже? можно? пойти глубже все там, где мы оправдываем перестает работать Дух Святой Бог никогда не двигать и не тянет тебя в форме насилия это не его природа в Божьей природе нету формы насилия если человек перестал хотеть и начал оправдывать оправдание закрывает действия Бога в жизни человека все, Дух Святой не может вести его дальше и вдруг Бог начал мне показывать что самый большой мой враг это хорошие вещи дьявол отвлек внимание Евы когда она увидела, что плод хорош теперь я не смогу всего коснуться сейчас я бы мог бы очень шире все тронуть но мы должны понимать с самого начала как брало все как работало послушание и как непослушание потому что грех есть и мне послушание и послушание это является вера на еврите что интересно, что когда Бог атаковал дьявол атаковал первого человека он не атаковал человека он атаковал Слово потому что мы должны понять что есть система царства система царства заключается во власти в котором нет разделения в демократической системе есть разделение в коммунистической системе в динаминациях, в конфессиях как только ты говоришь я не вижу как ты началось разделение все разделения начинаются со слов и я так не вижу а я вижу по-другому аллилуйя, до свидания на мне по пути значит дьяволу нужно было сделать так чтобы человек перестал видеть правильно а видеть это образ мыслей ты не мыслишь мыслями ты видишь мыслями видение в мышлении в глазах зрения глаза не определяют видение мышление определяет видение потому есть такое понятие как закрыть глаза и начать видеть это закрывать зрение на зло и видеть Отца Творящим и когда дьявол начал атаковать как Люцифер в лице змея Еву мы видим что он сказал подлинно ли сказал Бог что он говорит не есть от всех деревьев в саду Бог никогда так не говорил Бог наоборот сказал есть внимательно куда мы сейчас пойдем это определяющие моменты Бог наоборот сказал есть от всех деревьев и не есть только от одного дерева что делает дьявол он использует Божье слово и разворачивает его в другом образе то есть в другом свете и заставляет человека обращать внимание на то что Бог не сделал вместо того чтобы видеть что Бог делает в твоей жизни и вот ты думаешь у тебя есть дом семья здоровье жизнь работают руки ноги все есть какая-то одна вещь которой нету и дьявол постоянно начинает стягивать твои мысли что Бог тебе не дал вместо того чтобы видеть сколько Бог дал на что он посягал вначале было слово слово было у Бога и слово было Бог в его слове его образ если я смогу раздвоить слово я изуродую образ самого Бога если я начну видеть Бога неправильно я начну верить неправильно и жить неправильно И как только Ева забрала внимание от слова и повернула внимание, навела фокус, может, до этого она даже и мысли не имела, это ерунда, даже в глаза, кстати, это, ладно, не буду это трогать, это пойдет учение другого дальше. Дело в том, что как только она навела фокус на это дерево, она увидела, до этого она так даже не видела, она увидела, что плод хорош. А если он хорош, можно оправдать. И когда она съела, я не знаю, откуда теорию взяли верующие люди, я с уважением отношусь ко всем, кто служит, проповедует и учит, но такой нет теории, что Адам был на поле в это время. Адам как раз был рядом с Евой, потому что она села и дала мужу своему. И когда он съел, у них открылись глаза, раздвоение в образе. Они начали видеть то, что никогда не должны были видеть и перестали видеть правильно. И вот когда ты перестал видеть теперь Бога правильно, зазвучал голос, появился Бог и пришел страх. А страх заставляет делать человека то, что он не должен делать. И что я хочу сказать? Когда Бог сказал Адаму, где ты, речь не была о физической локации. Когда Бог сказал, где ты, Он говорил о их отношении. Кто залез, какой голос залез между моим голосом и твоим голосом? Кто тебе сказал? Другими словами, кто залез между моим голосом и твоим голосом в наших отношениях? Кто там имеет место? Потому что когда Бог говорит, где ты, где ты в той позиции, в которую я поместил тебя лицом к лицу с Богом? Где между Его голосом и моим голосом нету других голосов? Что там нету других мнений, там нету другого взгляда, там нету... Боже, дай нам это понять. Потому что если мы это поймем, мы может быть сможем видеть что-то большее и погрузиться дальше. Где ты, Адам? И пятое, что я видел в разнице, это ожидание. Вы знаете, что я заметил, что мы намного естественней ожидаем негативного, чем позитивного в жизни. Еще. Мы верим в негативное больше, чем в позитивное. Людям легче верить в то, что они грешники, чем реально поверить, что они праведники. Почему? Потому что их внимание на них. Потому что, когда твое внимание на тебе, ты веришь и олицетворяешь со своим действием. Но когда внимание на нем, ты олицетворяешь его с его действием. Когда твое внимание на нем, ты найдешь себя в нем. Но если твое внимание на тебе, ты даже не замечаешь, что в твоем подсознании есть образ, который привлечет то, что ты ожидаешь. Я понял, что если Бог изменит внутри моего подсознания, не говорю сейчас о моем подсознании, образ самого Бога, я начну ждать и ожидать не антихриста, не шесть, 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 самого Бога каждый день в моей жизни, где Он проявляет себя в моей бытовой. И ожидание изменится в моей жизни. Я понял, что когда я отделил это время, там было желание, там была другая атмосфера, там была жертва, там было внимание, и там было ожидание. Еще раз, там была жажда, там была атмосфера, там была реальная жертва для меня, и там было внимание, Потому что когда тебе что-то стоит, у тебя другое отношение и другое внимание, когда ты заплатил цену. Но когда ты заплатил, у тебя и ожидания другие в жизни. У тебя другие ожидания. Это начало разворачивать всю мою жизнь. Хорошо. Следующий момент, который затронул меня. Как это растянуть? Как это растянуть? Я понял, что Бог меня позвал туда, где я никогда не был. Я даже не знаю, как оно выглядит. Но вот эта страсть, я понял, что когда Бог мне сказал растянуть, значит, Он что-то захотел открыть. Возови-ка мне, я покажу тебе великое и недоступное, чего ты еще не знал. Ох, как это заинтриговало меня. Я понял, что ответ тоже в слове я должен просто искать. Я начал читать Библию туда-назад. Я просто начал просто не вылазить. Я просто думаю, Бог, дай мне увидеть, как это растянуть. И вдруг, знаете, что я заметил? Вот что я заметил. Я просто быстро иду сейчас, потому что время тоже улетает быстро. Вдруг я заметил, что везде, где Бог был инициатором, не человек. Где Бог был автором, инициатором. Он говорил одну и ту же фразу или один и тот же смысл. Когда вы посмотрите, когда Бог что-то хотел открыть человеку, Он его куда-то звал. Бог решает судьбу израильского народа с Моисеем и говорит, взойди на гору. И что интересно, Моисей пошел на гору, где мы видим из истории, 40 дней не ел и не пил. И это не история, не просто история, где-то что-то было там, ну, когда-то, и это нереально. Я увидел, что везде, где, где-то берет начало, значит, там есть какая-то суть, которая еще не раскрыта до конца. Anyways, что я увидел, что когда Бог позвал Моисея, Моисей вывел народ из Израиля. У него было реально большое служение. Он имел дело с огромным количеством людей. А люди, это сложности, сложности, это нужды, нужды, это время. Время, это служение. Ты смотришь, как оно затягивает тебя. И ты уже не просто живешь свою жизнь, ты ее разделяешь с многими людьми. И ты начинаешь просто чувствовать, как из тебя уходит твоя жизнь. Одним словом, я вижу, что когда Бог позвал Моисея на гору, шесть дней Бог молчит. На седьмой день Бог заговорил с Моисеем. Я думаю, что такое Бог позвал Моисея на гору, а когда Моисей пришел на гору, шесть дней Бог молчит. И первое, что мы видим, что Моисей ждал Бога. Нет, это Бог ждал Моисея. И вот, что я заметил в Боге. Это уже спустя то, что мы иногда обнаруживаем в качествах Бога. Вдруг я обнаружил вот что. Опять я просто делюсь своим познанием. Что я обнаружил в Боге? Бог никогда не будет разговаривать с моими чувствами, суетой, с заботой, переживаниями, стрессами, страхами. Он не будет разговаривать с эмоциями. Он будет разговаривать с Андреем. Представьте Моисей, который был в состоянии, миллионы людей, дети, сопли, крики и все остальное. Что это за образ жизни там встанье? Встанье, образ жизни. Второе, я увидел, даже когда Бог сказал Моисею, смотрите, все, что касается Бога, искания Бога, самого Бога, Бог никогда не открывал себя вот в толпе. Он мог проявлять себя, но не открывать. Это чуть больше времени нужно. Мы часто видим Бога в проявлениях, но не в природе, открытой человеку. Мы больше олицетворяем Бога с Его действиями. Он сказал, Израиль видел мои чудеса. Моисей, тебе я открою мой путь. А путь это образ мышления, как мыслил Бог. И вот что я обнаружил, что когда Моисей пришел на гору, Бог ждал Моисея. Потому что вот в таком состоянии сужения, ты не слышишь его. Не спешите. Можно чуть дальше донести, потому что, а что если оно поможет где-то нам и благословит наоборот? Бывало такое, когда ты смотришь ребенок, а ты хочешь ему что-то объяснить, и ты понимаешь, он тебя не слышит. Ты за уши поймал его, и ты просто вот схватил и говоришь, в глаза мне смотри, я вот что хочу, чтобы ты услышал. Простите, потому что иногда Бог за уши нас ловит. Он хочет остановить нас, потому что он знает, что в таком состоянии ты его не слышишь. Он не будет говорить с твоими эмоциями, вот этим всем движением, с этим состоянием. Почему? Это все враги твоего духа. Ты не услышишь Бога, что он имел в виду, что он хотел открыть. Он не разбрасывается этим. Он не просто хочет взять и вот так вот выплескивать эти моменты. Он хочет, чтобы то, что он открывает, изменило тебя, и потом он мог что-то сделать через тебя. И когда Моисей зашел на гору, Бог ждал, пока Моисей не войдет в его покой. Потому что Бог в седьмой день вошел в покой. И только в покое, когда твое внимание не на нужде, не на переживаниях, не на заботах, не на суете, но внимание на нем, он может с тобой заговорить. Поэтому Бог ждал Моисея, пока он остановит все и будет способен сконцентрироваться на нем. И все, где бы я ни читал Библию, я все вижу. Я все вижу. Иисус позвал Петра, Якова, Иоанна на высокую гору одних. И вдруг я вижу, Бог позвал Авраама на высокую гору. Он и его жертва. И я начал везде видеть гору, 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 гору. И оно мне уже достало. Я понял, что, видать, что-то Бог со мной говорит, что я еще не понял. Да речь не в горе физической. Речь, наверное, в каком-то состоянии, что будет определять у меня эту гору. Я просто понимаю решение. Я найду место в горах. И туда я поеду не молиться. Я туда поеду быть с Богом. Я принимаю решение, я буду там три дня. Если 30 минут, я растяну их в три суток. Я буду три дня там. Я тогда еще не знал, что я сказал сам себе. Я сделал себе приговор на смерть. И вот я принимаю решение ехать каждый месяц на три дня в горы. И я сказал, и я это буду делать до последнего дыхания. Я просто ставлю перед собою цели, чтобы сохранить свою душу и все, что Бог приготовил в моей жизни. Я сказал, Бог, как бы я ни был занятый, что бы ни происходило, потому что я понимал, что придет время, Он меня пошлет. Это было начало. Я знал, что Он меня пошлет. И мне сказал, ты пойдешь по всему лицу земли. И я понимал, что это за объемы. Я понимал, что это за служение. Насколько мог тогда. Но я не знал, что это так серьезно. И я тогда не знал, что это будет самая великая борьба в моей жизни между хорошим и Божьим. Все. Я понимал, что я умру для себя между хорошим и Божьим. Это мой гевсиманский сад. О, ведь когда Петр отозвал Иисуса, Он неплохого Ему желал. Он желал хорошего. Но хорошее – это человеческое. Поэтому Иисус, когда сказал, что я иду на крест, мы часто слышим крест, а не жизнь после креста. Поэтому нам нужно не только говорить людям о том, что тебе придется умереть для себя. Нам нужно говорить, что будет ждать нас по другую сторону креста. Сила воскресения. Я понял, что за познание Бога я умру для себя. Но если я умру для себя, я соприкоснусь с силою воскресения Его. Я принимаю решение три дня каждый месяц и до конца жизни. И вот я поехал на первые три дня. Настроенечка. Аллилуйя. Музыка на всю. Приезжаю. Снял гостиницу в горах возле речки. Потому что читал 22-ю псалом. Господь пастор мой, ничего не внушается. Ты покоишь меня на злачных пажах и водишь к водам тихим. Но я понимаю, что должны быть какие-то пажати, воды тихие. И там Бог будет направлять меня на все эти правды. Ради имени своего. Долину смерти тени не хотел даже читать. Не любил этот текст. Но любил последние слова. Так благость и милость засопровождают меня во все дни жизни моей. Вот это мне нравилось. А там в конце. А я пребуду в доме твоем. Его дом это его присутствие. И знаете, что там написано? Все дни моей жизни. Все дни моей жизни. Вот я приезжаю на первые три дня. Закрываюсь. И думаю, да ты что круто. Три дня. С Богом. И все. И началось. Я хожу и думаю, так, как же с мне? Что с мне делать эти три дня? Надо молиться. Хорошо, давай помолимся. Я начал молиться. Молюсь, молюсь, молюсь. Хожу, молюсь. Помолился, помолился. Ну думаю, растяну. Уже два часа промолился. И так думаю, ой, это два часа я молился. Я вдруг увидел, что два часа, когда ты занят, для Бога кажутся большими. Вы сейчас услышите. Я понял, что два часа для кого-то много, это вопрос. Заключается в том, как ты распределяешь время. Когда ты отделил три дня для Бога, два часа это копейки. Когда у тебя нету три дня для Бога, для тебя кажется в суете два часа, так как покорил весь мир. Отмолился два часа, думаю, что все, капец, готов идти проповедовать, служить, молиться, больных исцелять, прокаженных очищать. И я вдруг увидел, что мы часто обожествили сам рецепт или обожествили стрелки часов, чем вообще то, что молитва должна сделать в нашей жизни. Когда я делаю себя на три дня и помолился два часа, вдруг я увидел, что количество молитвы не определяет мое познание. Что можно молиться много и не знать Бога. Но нельзя знать Бога и мало молиться. Еще раз. Можно много молиться и не знать Бога, но нельзя знать Бога и мало молиться. Речь будет в том, что молитва приобретет другой вообще образ. Я молюсь два часа, я читаю Библию, я взял гитару, я музыкантом, я попел все свои песни, которые я знал. Я все сделал, все, что можно было сделать, это все до пяти вечера. И после пяти вечера я вдруг понял, что я наделал в своей жизни. Да лучше бы не ляпнул языком Богу такое. Потому что я понимал, что когда я сказал, три дня я буду выделять каждый месяц, Бог отделил это время для себя. Я думаю, и все. Я помру. И знаете, что я сказал себе? Я так и говорил, я тут помру. И я вдруг почувствовал, как Бог говорит, именно это и произойдет с тобой. Иногда ты такое скажешь и озвучишь волю Божью, сам даже не понял. Помните Давид, который сражается, а братья говорят, тебе, не, Саул говорит, тебе еще царства не хватает. А Господь говорит, прислушай себя, потому что я говорю через него, именно царство у тебя и будет. И когда сказал, я тут помру, Бог мне говорит, так это и произойдет. Ты помрешь для всех твоих образов, методов. Ты просто еще не поймешь, что с тобой произойдет. Но если ты хочешь силу моего воскресения, ты будешь идти моим путем, а не будешь тянуть меня в свои пути. Я дотянул до вечера и пошел спать. Я никогда в жизни не иду в 8.30, в 9 вечера спать, по сегодняшний день. Никогда. А тут у меня спать хочется. Я прям понимаю, надо идти спать. 9 часов. Время уже не детское. Надо идти спать. И я ложусь рано спать. Знаете почему? Я убегал от времени с Богом. Но позже мне Бог показал, ты не убегал от времени со мной, ты убегал от себя. Ты убегал от качеств, которые выработала система внутри тебе. Мы даже не задумываемся, что все, что внутри нас имеет память и все, что внутри нас имеет чувство, образ и все остальное. Я не хочу сейчас зарыть глубоко, потому что здесь можно нам провалиться чуть-чуть глубже. Я вдруг начал видеть в себе то, что никогда не видел раньше и начинал понимать, как оно работает. И я вдруг осознал, что даже твое мертвое тело реагирует на голос Божий. Люди с открытыми ушами не слышат Бога, а Лазарь мертвый слышит голос Божий. Лазарь, выйди вон. Оказывается, тело мертвое может слышать голос Божий. И повинуется голосу Божьему и воскрешает, когда Бог заговорил. Когда я лег, я проснулся и не хотел вставать рано. Лежу в кровати, думаю, буду размышлять о Господе, как Давид пишет на ложе, размышляю. Я прямо буду размышлять о Господе. Но знаете, что я увидел? Я какие только фразы не подбирал, чтобы оправдать себя. Бог реально с меня смеялся. Я это увидел. Во-первых, я увидел, что Бог очень творческий в юморе. Такого, такого веселого Бога нигде нету. Если Он есть радость, значит, что-то есть в этой радости. Как я сказал однажды, Дух Святой, если ты радость, дай мне... Просто по-английски, но по-другому звучит. Я сказал, Holy Spirit, if you are joy, let me enjoy. Это звучит просто по-другому. Если ты радость, дай мне это переживать, потому что я не хочу просто, чтобы я наигрывал это состояние. Я хочу вкусить это состояние. Я поднялся утром, вывалялся в размышлениях о Господе. И думаю, что дальше мне делать? Я вспомню, еще два часа помолиться надо, и потом три часа читать Библию, и потом два часа играть на гитаре, петь песни. Я думаю, то лучше бы на работу поехал бы сейчас. Вы даже не представляете, что нам легче работать, чем предстоять перед Господом. Сколько мне еще есть время, чтобы я не наделал? Просто могу куда-то висеть чуть-чуть до конца, да? То, что я хотел завтра продолжить. То, что все интересно только впереди, это еще не было интересно. Это только начало того, что начало выворачивать меня наизнанку вообще, изнутри. И вот я решил, все, давай как 30 минут на колени, концентрируйся на Господе, аллилуйя. И я вот на Господе концентрируюсь, музыку даже не включаю, чтобы не мешали, чтобы голоса не были между мной и Богом. Потому что я вот слышал, что он говорит, кто между нами, что за голоса? Я убираю музыку, только на Господе. Вот я встал в позицию, говорю, Господь, Ты видишь, хотел сказать, 3 часа ночи, но мне это сейчас не 3 часа ночи, 10 утра. Ты видишь, сколько я провалялся, размышляя о Тебе. Вот сейчас предстою перед Тобой, Господь, обрати на это внимание. В общем, я стоял, пока не занемели ноги, реально. И вдруг я на каком-то этапе смотрю, что я взирал на Бога. А сейчас смотрю на карпет и вижу там все. Сейчас муравья. Я не шучу, попробуйте. Я вроде с Богом молюсь, да? А начал видеть то, что раньше не видел вообще. Даже не обращал внимания. Ну что, я когда-то обсидел бы и обращал бы там на какой-то кусочек, какой-то штучечки на карпете? Да в жизни никогда. Ты прошел и не заметил. Вдруг я понял, что чем сильнее мой фокус на нем, тем ярче я начну видеть такие вещи, которые я вообще никогда не видел. Не обращал внимания на них. Но я сокращаю. Второй день у меня пошла настоящая борьба. Только теперь пошла борьба у меня со временем, с моими чувствами, с моими эмоциями, с моим внутренним состоянием. Я увидел суета имеет голос, я увидел заботы имеют голос, я увидел чувства имеют голос, эмоции имеют голос, время имеет голос, верим и понимаем или не понимаем. Мы покуда не помещаем себя в определенную позицию, мы не замечаем даже этого. Я вдруг увидел, что стрелка часов, она так громко слышна в моей комнате, что сильнее, чем мое сердце бьется. Я ее в жизни так не слышал никогда. Я начинаю считать эти стрелки, понимаете? Я стою, и я вдруг ловлю себя, что я не Господу поклоняюсь, а я уже считаю. Пять, десять, пятнадцать. Вот одна минута прошла. Господь, я целую минуту с тобой. Второй день я дополз до кровати в восемь вечера. Я понял, надо раньше вставать. Кто раньше встанет, ляжет, раньше встанет. Я начал еще раньше ложиться. Потому что у меня была мысль, завтра последний день. Аллилуйя. С утра я опять на кровати, размышляю о Господе. Все как полагается, дотянул сколько можно было. Что же противно было лежать. Я встал и опять начал поклоняться, молиться, пребывать с Ним. Короче, и я реально к третьему дню, начиная понимать, что я разгрузил десять вагонов угля за эти три дня. И я чувствую, что я вообще не насладился этим временем. И когда я сел в машину и еду домой, ну одно чувство. Людям сказать, я три дня с Господом был. Я вдруг уловил, что вот это чувство мне больше давало энергию, чем все три дня, которые я был с Богом. И убило во мне всю энергию. И я приехал, и я после этого, как бы так, невзаметно, знаете, я сейчас вернулся с гор. А что там делал? Господом был. Я вдруг вот так, ну невзначай, там, знаете, вот так вот как-то так надо было сказать, чтобы, типа, я не хвастаюсь, ну, чтобы все могли понять, что я с гор спустился. Ауры-то не видно. Нервный вернулся. Раздраженный. С Господом он был. Моя жена думала, я сейчас вернусь, аллилуйя. На меня аура. Я зашел, меня все раздражает. Мне реально нервность. Братья, я не шучу. Я это даже сейчас делаю в маленькой форме, то, что я переживал. Я, когда ехал домой, одна мысль, что мне придется на следующий месяц опять приехать сюда, уже убивала меня. Я думаю, лучше я буду по 30 минут ночи вставать, молиться Господу, чем я три дня буду ездить в горы. Я сокращаю все. Я хочу просто койки вещи объяснить. Я сокращаю. Я приехал домой, а жена ожидала, что ангел вернется. А вернулся ангел, только не в том свете. Я понял, что ты можешь вернуться и не в том свете, Господа. Вдруг я, знаете, что заметил? Я забегаю наперед, что мои первые выезды, они показали мне разницу между тем, что я говорил и тем, кем я был. Я вдруг увидел, что я другой, чем то, что говорю людям. Я даже тогда не понимал вообще язык духа, как Бог с нами имеет дело. Я заметил, что моя внутренность, да, я спасен, аллилуйя, спасение по благодати, я за него не заплатил. Но преображение, что то, что ты спасен, это еще ничего не говорит. Вопрос, как ты его представляешь, будешь на земле. Вдруг я заметил, что я Бога в своей природе проявляю через раздражение. Меня все-то выводит, меня-то раздражает. Я чувствую, я кричу, я чувствую, что я нервничаю, но же я с кафедры говорю, аллилуйя, я по три часа молюсь каждый день. И Бог мне начал показывать, кто я настоящий. И я бы никогда с собой не соприкоснулся, если бы не поместил себя в атмосферу, где я начал умирать. Можно чуть продолжить? Я вдруг начал умирать. Я вдруг, я не понимал, что вначале, чтобы Богу начать работать со мной, я должен увидеть, кто я, и захотеть изменяться. Знаете, что произошло с Иисусом? 9 глава Марка. Иисус идет в дом, за ним идут ученики. И когда Иисус идет, Библия говорит, за ним идут ученики, и по дороге между собою, невзначай, решают, кто из них больше. Что меня заинтриговало, это я быстро прохожу. Это, кстати, вообще я хотел сегодня делиться, и вчера, просто я чувствую, что Бог какие вещи развернул внутри. Что я заметил, Иисус знает, что они между собой решают, кто из них больше, он их не остановил, пока не вошел в дом. Ишел в Капернаум, в другом тексте это был его дом, он ишел к себе домой. И когда он вошел в дом, только тогда он повернулся к ним, и он их не обличил, не обломал, не убил в них желания, кто из них больше, а спросил, о чем вы дорогой рассуждали между собой? Они молчали. Я цитирую тексты, они молчали, потому что дорогою рассуждали, кто из них больше. Иисус сел, потому что он расположил, каждая мысль имеет значение. Иисус сел, призвал и сказал, кто из вас хочет быть первым. Подожди, они решают, кто хочет быть большим, а он даже вообще, как не слышит, он говорит, кто из вас хочет быть первым. Вот что я увидел, первый, это не лучшее, это основание. Первый, это ответственность, что будет после тебя. Адам был первый, но это не значит, что Адам лучший. Быть первым, это пример, быть большим, это надменность. Быть большим, это доминировать, быть первым, это лидировать. Иисус говорит, кто хочет из вас быть первым. Что я хочу показать здесь. Когда Иисус шел, мы все идем за Иисусом, ведь это же пророческий прообраз. У нас нет проблем. Если спросить, у нас всех с Иисусом нормально. У нас иногда маленькие процессы в жизни. Просто как бы кто из нас больше. Ты видел, какие круседы делают? Сколько у тебя там церкви? Два человека? Ну как бы, ты ничего не сказал, но дал четко понять, кто больше. Иисус не убивал в них это. Он просто хотел повернуть это правильно. И знаете, что интересно? Что Иисус идет, зная, что не решает, кто из них больше. Он в процессе не останавливается, не поворачивается. И не говорит, ах вы ж такие. Ах вы ж такие. То есть, если бы он это начал делать в процессе, он бы выглядел бы большим над ними. Знаете, что Иисус сделал? Иисус шел. Он знал, куда он идет. Куда он их ведет. И Иисус наоборот хотел, чтобы это вылезло с них. Иисус наоборот хотел, давай, 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 Петр, давай, давай. Иоанн, поехали. А ты чей голос? О, Яков заговорил. Давай, Яков, что там у тебя внутри? Давай, вытягивай. И Иисус наоборот хотел, чтобы это вылезло из них, чтобы они могли потом сами увидеть, что внутри их. Понимаете, что дом олицетворяет его присутствие? Его присутствие. И я понял, я не могу ни людей изменить, ни себя изменить. Я понял, это не та работа, которой я должен заниматься. Как служитель и как сам Сын Божий, я должен уметь приходить в присутствие Бога, где только Бог может показать мне, кто я, и Он может изменить меня изнутри. Я понял, что в церкви, в служении, прежде чем я начинаю менять людей и начинаю обрезать людей, это не та работа, которой Бог доверил. Я должен учить людей приходить в присутствие Божие. И не учить, а сам показывать, как это надо делать. И я понял, что когда человек приходит в присутствие, в присутствие ты начинаешь видеть то, что раньше не видел. Потом Псалом 1 говорит, я едва не позавидовал нечестивому, пока не вошел в освятилище и не увидел конец. Это значит, что в присутствии ты начинаешь видеть то, что не видел раньше. я не понимал, что за всем этим процессом у меня стоял Бог. Это был процесс, прежде чем Бог начнет меня реально трансформировать, я должен сам захотеть, чтобы Он меня изменил. Знаете почему? Потому что до этого я был религиозный фарисей, искавший Бога. Потому что я опирался, сколько я молюсь, сколько я читаю, как вроде бы вот это будет определять, кто я, а не молитва, которая должна изменить меня, слово, которое должно изменить меня. Вдруг я начал олицетворять то, что я делаю, больше, чем тем, кем являлся. А вы еще со мной здесь? Да. Я вдруг заметил, что как раз многие, многие, у вас таких нет, многие как раз ведут этот образ жизни, и нам кажется, что мы знаем Бога. Нет, мы знаем, как молиться, но не знаем Бога. Мы знаем, как проповедовать, но не знаем Бога. Мы знаем, как поститься, но не знаем Бога. Мы знаем часто, как сказать, но не знаем Бога. И если знаем, часто начатки, я никого не осуждаю. Я просто хочу сказать, что когда Библия говорит, он копал, углубился, и он в основу залез. А основа это целая модель, это не просто имя, это характер, это вся природа, это весь план, это воля, это мышление Бога. Я понял, что когда Иисус говорил об основе, это глубже, шире, чем я это представлял. Это значит, что я доберусь до всего смысла, бытия, плана, предназначения, кто я, кто он, это отношение. Я понял, что Бог, когда Он говорит, дарился до основы, копал, углубился, я завтра об этом буду чуть говорить, разницу между тем, что мы приходим к Нему, слышим и исполняем, что определяет Господство Бога в нашей жизни. Когда Он копал, углубился и дошел до основания, это значит, что Бог, Он вывернет все, пока не возвратит то, что Он создал, поместил, и Он изменит вообще все мое основание, на котором я строил всю свою жизнь. Все образы, все свои мнения, все остальное, Он в основе хочет изменить вообще мой образ. Я прохожу быстро, это начало повторяться, это был месяц, два, три, я продолжал уединяться, и чем больше я уезжал в горы, тем злее возвращался, тем раздраженнее возвращался, но я не понимал, но ярче во мне было, ярче во мне было, ярче во мне было. Я молюсь, Бог, я хочу знать Тебя, а я вижу себя, не просто себя, а то, что неотцом насажено внутри меня. Знаете, как я домолился? Я перепробовал все формы, все, что только можно узнать. Я бы мог до вечера сегодня, до ночи рассказывать, дома, которые я снимал, в леса, которые я уезжал, я пробовал все, я уезжал в такие дома в уединение, где я начинал бороться со страхом, чем больше бороться с познанием Бога. Что только не было, я пробовал все формы, перемолился как мог, я все пробовал, и я так устал, что я помню, однажды еду в горы, и я говорю, Бог, я не могу лгать, но мне все это больше не нравится, я не наслаждаюсь этим. Бог, как это непросто быть честным самим собой? Как это непросто? Как мы научились наигрывать наслаждение наше с Богом? И пока мы это оправдываем, покуда Бог с нами не имеет дела. Да, Он любит нас, да, Он помогает нам, но это не сфера познания. Бог не будет отождествлять себя. Он тебя может благословлять, Он тебе может давать, но не отождествлять. Братья, мы понимаем, что я говорю? Если я говорю, когда Бог отождествляет себя, Он может, как Отец, тебя благословить, Он может тебе дать, Он может послать, но Он может это сделать. Но когда Он отождествляет себя, это быть подобным. И я понял, что Бог никогда не будет себя отождествлять со мною. Он меня приведет в состояние, чтобы отождествлять с Ним. И когда я все перепробовал, и на очередной раз ехал на выезд, я сказал, Бог, я честен, но лгать больше не могу себе и людям. Я понял, что чем больше я возвращался и видел что-то другое в себе, тем меньше мне хотелось говорить людям, что я был в уединении. Я не знал, что Бог этого хотел, Он этого ждал. Пока я закрою свой рот рассказывать людям, как я время с Богом провожу, и по-настоящему дам Ему место. Я когда очередной раз ехал, я сказал, Бог, я не наслаждаюсь этим временем. Я все перепробовал, я сдаюсь. И как только я сказал это, я увидел прям, не то, что услышал, а прям увидел, когда мне Дух Святой сказал, я это ждал. Я ждал, когда ты все перепробуешь. С этого момента у меня началась трансформация. Я хочу просто коснуться чуть-чуть и завтра продолжим уже. С этого момента, услышьте, братья, началась настоящая моя трансформация. До этого были какие-то изменения, но не трансформация. Я увидел, что трансформация это больше, чем изменения. Трансформация это больше, чем изменения. Я вдруг услышал, когда мне Бог сказал, я это ждал, пока ты все перепробуешь. И Он мне сказал, знаешь, что ты пробовал? Что ты перепробовал? Он, ты перепробовал все образы, которые тебе были переданы. Теперь я ни в коем случае, теперь смотрите, друзья, я не говорю о служении. В служении нам нужно подражать, понимаете? В служении нам нужно подражать. В отношениях с Богом нам нужно серьезное посвящение. Отношения с Богом ты не можешь передать. Люди могут только увидеть плод, но передать их не можешь. В служении можешь научить, в отношениях с Богом ты не можешь научить. Ты не можешь научить людей, как слышать Бога. Ты можешь только научить людей, как приходить в присутствие Божье. Все. Там работа Бога лично с тобою, индивидуально, языком, который изменит тебя наизнанку. Все. Я понял, что я не могу научить людей изменяться, слышать Бога. Я могу переписать все книги. Я могу рассказать о всей вере. Я вере научить не могу. Потому что вера, это не просто формула. Ты дышишь Богом. Когда я стал честным с собою, перестал наигрывать все эту праведность, перестал хвастаться за тем, что я провожу время с Богом, перепробовал все формы, устал, изнеможенный, сказал, Бог, я сдаюсь. Он заговорил со мной. Он сказал, я ждал это. Я говорю, почему ты мне раньше это не сказал? И знаете, что он мне сказал? Я говорю вам искренне с Богом мои диалоги. Он сказал, если бы я тебе это сказал, ты не понимал бы силу нужды измениться. Потому что ты думал, что ты хороший. Но он говорит, я ждал, пока ты не проявишься, попробуешь, увидишь, кто ты на самом деле. И как ты лицеприятничал, лицемерил и наигрывал. Я не мог тебя изменить. Но когда ты стал честным с тем, кто ты есть, и перестал надеяться на свои молитвы, праведность и на свои посты, только тогда ты увидишь настоящую нужду во мне и в изменении, и в трансформации своей личности. Я ехал, я рыдал. Я просто рыдал. Бог, я без тебя не могу. Реально не могу. Простите, но это искренне. Я не хочу наигрывать. Мне так было смешно видеть себя со стороны. Мне противно стало вот это лицемерие. Я думаю, Бог, как оно в глазах твоих выглядит. Какие мы крутые на сцене, как мы проповедуем и учим других. Бог, измени нас. Ты не ищешь людей в служении. Ты ищешь тех людей, которые тебе будут посвящены. Твоих пастырей, Твоих апостолов, Твоих пророков. Это люди, которые рабы самого Господа Иисуса Христа. Они рабы системы. Когда я приехал на Аудинение в этот раз, все три дня со мной Бог имеет это дело. Я приехал, я закрылся. Слава Богу, я не буду молиться. Я не могу поклоняться, я не могу молиться, я не могу это сейчас делать. Я не знаю, что буду делать, но просто измени меня. Извиняюсь, я не хочу плакать, я не люблю плакать. Я не из тех людей, кто плачет каждый раз, когда говорит. Я наброс, смеюсь больше, чем плачу. Вместо плача елей радость. Вместо унылого духа славная одежда. Три дня со мной Бог говорил. Три дня я не молился, я не играл, я не поклонялся, я ходил. Я лежал. Я кричал, я орал. Он сказал, Бог, это крик духа. И мне дух святой задал вопрос. Он сказал мне, а ты на самом деле хочешь, чтобы я тебя научил? Я понял, что когда я говорю Богу, научи меня, это были просто пустые слова. Там не было места ему учить меня. Это я других учил. Но когда он мне сказал, а ты готов, чтобы я тебя научил? Я понял, что что-то есть там, что я не понимаю. То есть, понимаешь, Бог бы никогда не говорил, у меня были такие слова. А ты готов. Я понял, что он ждал, чтобы я принял решение. Что-то не чувство. Это будет решение. Я лежал, я просто не понимал до конца. Я понимаю, что здесь какой-то подбог. Я слышал, как он мне говорит, а ты готов, чтобы я тебя научил? Я говорю, Бог, что это значит, что это значит? И он начал мне показывать. Он сказал, тебе это будет все стоить. Если ты реально дашь себя мне, чтобы я научил тебя. У тебя начнется настоящая война с мнениями, с мыслями, с мнением других людей. У тебя начнется война в отношениях. Я верю в формы, в служении, все круто, но в отношениях этого нет. Там есть принципы. В духовном мире не формы, в духовном мире принципы. Он сказал, ты готов, чтобы я тебя научил? И он ничего не говорит. Я слышал, он ждет. Ничего мне дальше не говорит. Это было три дня. Я это говорю в быстрой форме. Три дня. Я слышал, он мне задает вопрос. Ты хочешь, чтобы я тебя научил? Это будет тебе стоить всего тебя. И молчит. Он ждет, пока я не приму решение. Он не будет насильно это делать. Это мой выбор. Я ходил, я понимал что-то больше, чем то, что я сейчас понимаю, но жажда познавать была сильнее этого. Я сказал, Бог, я твой. Я хочу знать тебя. Научи меня. Второе, что он мне сказал после этого Духа, той, как я сказал, что я принимаю решение. Второе, что он сказал мне. Я не буду с тебя делать христианин. Я знаю, что это сейчас режет. Я хочу сказать, как Бог со мной говорил. Это мой опыт. Я просто делюсь. Может, он поможет. Он сказал, я никогда не делаю то, чего сам не создавал. Он сказал, я не называл тебя никогда христианином. Это люди тебя назвали. Поэтому ты больше переживаешь выглядеть, как христианин. Он говорит, это в Интиохе люди называли учеников. Это не был автор Бог. Бог никогда не называл тебя христианином. Я не говорю, что это плохо. Дай Бог, чтобы мы олицетворяли христоподобие. Это супер. Но я скажу то, что он мне сказал, когда я лежал перед ним. Он сказал, я не буду с тебя делать того, кого я не создавал. Это люди создали. Он сказал, я не буду с тебя делать христианина. Я воспитаю в тебе сына. Потому что все творение не ожидает христиан. Откроются сыны Божьи. И освободят их от этой суеты. И славу сынов Божьих. Я понял, что Бог начал меня вести в саму суть. И выворачивать все наизнанку. Я буду себя делать сына. Воспитывать сына. Следующее, что сказал мне Бог там, на полу. Эти три дня я буду выводить тебя из твоего родства. Он мне сказал, что твое родство, культура, семья, родственники никогда не будут определять твой образ жизни. И я определять буду, как ты будешь жить. И как ты будешь ходить. Что ты будешь говорить. И я выведу тебя из твоего родства. Это не физически. Нет. Это не значит, что ты порвал отношения с родственниками. Нет, абсолютно. Это значит, что будет сезон в твоей жизни. Где ты будешь, как Иоанн Креститель. Ты будешь один, но не одинок. Это значит, что Он будет помещать тебя в сезоны, где Он станет освобождать твой образ мышления, подсознание, которые, многие вещи, которые пришли в мою жизнь, не от Него. Есть Его род. Но род Его кто изъяснит? Понимаете, есть царственное освящение, род избранный. Люди святые, взятые в удел, чтобы возвещать чудный свет. Я выведу тебя из родства твоего. Это все было те три дня. И последнее. Вот то, что я услышал, это было строго. Я не знаю, как это объяснить. Я уже сейчас в отношении с Богом, я увидел разницу между Духом Святым и Иисусом. Как Слово с тобой говорит. Как Отец с тобой имеет дело. Я это коснусь позже, если интересно. Это вообще очень интересно, потому что Он создал нас по образу своему. Это значит, в природе у нас есть и природа Отца, и природа Сына, и природа Духа Святого. Есть сезоны, где ты оперируешь, как Дух Святой. Есть сезоны, как Слово, власть, высшая власть. Это все у нас, когда мы преображаемся во образ. Это удивительный образ жизни. Но что я услышал? Когда Он мне последнее говорил, это был строгий голос. И Он сказал мне, кто тебе сказал, что это ты должен выстроить со мной отношения? Кто тебе сказал, что это ты инициатор этих отношений? Кто тебе сказал, что ты должен? Это было строго. Это был строгий голос. После чего Он сказал, чтобы тебе иметь отношения со Мною, тебе это ничего не стоило. Но чтобы мне, Бог сказал, иметь отношения с тобою, мне стоило все. До этого ты рвал эту завесу своей силой. О, дай Бог сейчас услышать. Услышьте, братья и сестры, я знаю, что вы все зрелые и божьи помазанники. Но Он мне сказал, до этого в отношениях со мной ты рвал эту, вот это то, что, эту занавесь, ты рвал ее снизу вверх своей силою. Ты никогда не понял, это я ее разорвал сверху вниз. Это я инициатор близости с тобою, а не ты. Он сказал, в Старом Завете, ты меня ждал. Ждал, потому что завеса отделяла нас. В Новом Завете, Он сказал, я изменю весь твой образ мышления, чтобы ты никогда не говорил, что ты ждешь меня. Ты меня больше не ждешь, это я жду тебя. Это не я занятый целый день, это ты занятый целый день. Я ожидаю тебя, но у тебя нету времени быть со мной. И Он сказал, у тебя Бог служения, не я. Я начал видеть вообще по-другому. Я увидел, что Бог не нуждается в моем служении вообще. Мое служение тошнит в Его глаза. Он хочет, чтобы я предоставил себя Ему, тело, в жертву живую. Не сообразовался с этим веком, преобразился обновлением ума и мог реально познать, что есть воля Божия. Благая, угодная, совершенная. Другими словами, Он хочет, чтобы я так посвятил себя, чтобы Он мог сделать свое служение Сам через меня. И я понял, что я начну учиться, как себя предоставлять Богу. Я понял, что вот это смысл. А как это будет выражаться? В каких формах? Как моя молитва будет выглядеть? Это не суть. Это инструмент. Инструмент. Когда вот этот телефон... Есть люди, наслаждаются айфоном, но не связью. И Бог мне так показал. Ты вот так служением наслаждаешься. А я хочу, чтобы ты не инструментом наслаждался, а голосом моим, в котором моя премудрость, мое ведение. И я просвещать тебя буду. А не инструмент. Я здесь останавливаюсь. 10.30. Я завтра хочу продолжить. Только мы пойдем теперь в другом формате. Сверху вниз. А не снизу вверх. И все, о чем я буду делиться завтра, это будет сверху вниз, а не снизу вверх. Я чувствую, что меня Бог сейчас останавливает. Честно. Я чувствую, что Он меня тормозит. Знаете почему? Потому что Он хочет, чтобы мы с этими мыслями поехали сейчас домой. С этими мыслями мы уехали домой. Теперь я ни в коем случае не лезу в то, куда мне не надо лезть. Я ни в коем случае не собираюсь здесь выглядеть каким-то умным учителем, знатоком и все. Нет, не в этом суть. Я верю, искренне верю, что есть моменты, где Бог, Он сам выбирает, кого, через кого и как, и все остальное. Но я понял, ты не можешь передать то, в чем сам не живешь, в чем сам не находишь, что не изменило тебя и что не подняло тебя на эту кафедру, чтобы не ты говорил, но Бог через тебя мог говорить и залезть в основу и выстроить свою церковь на его основании, с твой дом на его основании, твою жизнь на его основании. Знаете, вот на этом основании ты переживаешь Бога и ты вкушаешь, как благ Он. Ты начнешь различать такие вещи, что я до этого и не представлял, что оно существует в моей жизни. Я даже никогда не знал, что со мной такое будет происходить. Но это, на мой взгляд, настоящий процесс с Богом. В этом есть жизнь. Там есть сила воскресения. Поэтому я завтра хочу пойти конкретно в то, как начал меня Бог пошагово учить в этих уединениях дать Ему возможность это глупо звучит, но это правда, дать Ему возможность выстроить со мной отношения, а не я с Ним. О, не хочу, все это сейчас начну дальше учить. Драгоценный Дух Святой. Драгоценный Дух Святой. Драгоценный Дух Святой. Прости нас за лицемерие. Бог, я за себя молюсь. Прости за всякую гордыню, за всякое лукавство, за всякую наигранность. Бог, дай нам сначала любовь быть честными, открытыми перед Твою. открытым лицем, открытым лицем, открытым лицем взирать на Тебя. Бог, дай нам эту ненависть, это состояние, чтобы возлюбить правду и возненавидеть беззагоние. Бог, Бог, научи нас просто снять это все с Тебя и быть честным с Тобой, и сказать, Бог, я не знаю Тебя, я знаю многое о Тебе. Я хочу знать Тебя, я хочу реально переживать Тебя, Бог. Открытым лицем, открытым лицем, как в зеркале. Где ни наши проповеди, ни наши знания, ни наши молитвы, ни наша красноречия, искусственная способность играть, петь, выражает духовность. Нет. Но когда я един с Тобою, Бог, когда я живу Тобой. Прости нас, Господи. Ведь Слово Твое живое и действие, обострее всякого меча, бы и голоса, которое проницает до разделения души и духа составом и мозгов, которое судит, наводит порядок в намерениях сердечных, потому что все открыто и обнаженно пред глазами Твоими. Ты создал сердца всех нас, и Ты вникаешь во все дела наши. Дай нам открытым лицем взирать на славу Твою, чтобы началось преображение. Дух Святой, я искренне прошу Тебя сегодня-завтра сделай ту работу, которую только Ты можешь сделать. ваше. Ай-мон. Продолжение следует...